Видят нашу силу и они с нами уже считаются. И поэтому будем в этом аспектах и другим помогать населению, особенно и детям, и другим группам. И не только зацикливаться на предпринимательстве, потому что правильно сказали, что мы граждане Украины прежде всего. И я думаю, мы все тут будем с большой буквы, будем гордиться этим. Также мы будем, наверное, точно будем работать, то что сказал Владимир Хаминский, потому что мы прежде всего сомблее малого и среднего бизнеса. Мы будем ставить вопросы и решать вопросы, которые волнуют предпринимателей. И развивать наш малый бизнес, как бы ни хотели его угробить. Мы будем все ставить вопросы уже перечисленные, мы будем ставить и будем добиваться того, чтобы наш средний класс все-таки малый бизнес процветал, а средний класс у нас все больше и больше активных таких людей. И спасибо вам, что вы нам доверили это. А вы от вас, конечно, помните, мы без вас не справимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу, чтобы ты не передали. Я тоже скажу. Я же перед тобой. Я не знаю, что хочу сказать. А потом уже говори слова. Я знаю, что хочу сказать. Я очень благодарна тем новеньким, которые пришли к нам. У меня сегодня было такое ощущение, что мы просто уже расширились на всю Украину. Потому что новые люди – это новая доверия. Это новые точки по Украине, где люди понимают, как можно себя защитить, как можно гидно жить, как можно вообще себя чувствовать даже в нашей стране, даже в Европе иногда. Потому что каждый, кто берет нахлад в руки Конституции, умеет им пользоваться, он понимает, что хоть 90% ты все равно чувствуешь с человеком, хотя не на все 100%. Я очень благодарна сообществу независимых предприятий в Украине, что они пришли в Ассамблею громадских организаций налогов и среднего бизнеса. Я вам скажу честно, у меня душа рвалась, потому что я співпрацюю уже 7 лет с Волинцем, но у нас что-то про спилка інша, тут и вашей не было. Она называлась «Співзахисты», мы працюем с ним. И мне очень приятно вас тут сейчас видеть, потому что мы с вами в одной крови. У нас одни цели и одни бачения, поэтому рада вас тоже тут видеть. Я вам очень благодарна. И мы все, я думаю, все благодарны, поэтому мы вас рады тут видеть. Еще я хочу сказать одну такую вещь. Я вас все очень люблю, потому что эта ситуация со мной, знаете, я никогда в жизни больше не скажу, что одна людина что-то сможет. Она может до какого-то момента, а дальше только вместе. Я вам очень благодарна за то, что вы так просто вкинули все и поехали защищать меня, потому что без вас я бы этого не смогла сделать. И я благодарна СМИ, которые в этом направлении работали, и просто громадским организациям, не бизнесовым, которые принимали участие в этом моем и альянсу, и все, и все, и все. Низкий вам поклонник, и вас очень всех любит. А я дякую за то, что я учитель, не предприниматель, приватный предприниматель, надаю юридичные послуги, но я работаю вчителем. И три месяца, может быть, моя работа была так активной на самом деле, я больше працювала на месте, консультировала предпринимателей, но я сегодня увидела, что не можно говорить про проблемы, про проблемы мы не говорим, но вопросы в Украине у нас все вместе. И смотрясь сегодня на аудиторию, я четко знаю, что громадянское суспільство в Украине уже не родилось. И знаете, чего не хватает лишь для того, чтобы оно дальше существовало? Громадянское суспільство – это суспільство свободных, независимых властей. Нам осталось повернуть себе властность, и все у нас будет хорошо. Мы не будем говорить, что в Гарькове все погодно, там тупи и какие там живут, а в Запорежье еще и еще, а на Кировоградщике взагалі, а в Северодонецке у нас все будет хорошо. Я желаю Запорежької области продолжить нашу спільную справу, использовать эту булаву с мирными целями. И давайте вместе полюбимы наши органы влади, они все таки наши органы, они чужие. И будем их поступово делать такими, как мы хотим, и мы того вартимы. Дякую всем. Тут поступила пропозиция проголосовать за передачу, но мы уже взяли передачу без голосования. Ну я думаю, вы кто за? Все за. Держи, 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 держи. Лариса, глянь зюбовью на нем. Хоть бы у вас держался, не было. Спасибо. Хай нам сильшествить. Спасибо. Мы будем встречаться и постоянно, и, я думаю, и раньше, но через полгода мы все будем рады вас видеть на Запорожьком. Пригласите, бацан, ты что, каус? Пригласите, каус? Пригласите, каус? Каус не хватит. Пригласите, как официально. Сейчас с вами объявление, пока еще все здесь. Смотрите, какая ситуация получилась. Сегодня преподаватель провел нам ассамблею председателей РФ РФ Малого и среднего бизнеса. У нас есть журналисты, у нас есть люди, которые занимаются с нами уже больше года, живут одной идеей. Малый бизнес, мы уже переросли как малый бизнес, как предприниматели ту проблему, с которой мы занимаемся. Мы становимся национальной державой, мы становимся политиками, друзья. Мы становимся с вами властниками, хозяевами. Поэтому очень хорошо. Называйте, как хотите. Как вы удастесь называете, мы будем все равно плыть. Потому что в Амгабжене парусами есть ветер. А ветер – это наша земля, наша страна, наши дети, наша история. Спасибо всем. Очень позитивная сегодня произошла встреча. И Саша Сухранюк сделает репарку по Калышу. Карпаты, да? Карпаты? Сегодня вроде бы не будет ничего. Была пропозиция в том, чтобы провести 3-динный сбор трехий по рахунку, потому что два было выхода в Славутском районе на Азерах в 2010-2019 году. Значит, этот раз попробуем сделать в Карпатах. Но если, мало ли, ситуация сложится, что там что-то не будет, может там гора, что-то станет. Славута завжди в резерве есть. Но час 20-22 липня. Хто может подготовиться так, чтобы были. Будем рады все видеть. Если в Славуте, то там уже будут стоять. А если нужно, то нужно брать свои на Карпатах. Программа такая-то есть. Программа побухай. Конечно, будет программа. Программа есть.